привет еще раз я нара риэлтор в северной вирджинии работаю уже 15 лет и сегодня я в своем видео который является частью серии видео на русском языке о том как покупать и продавать недвижимость в америке в частности в северной вирджинии хочу с вами поделиться о разных видах финансирования здесь есть ипотека есть разные виды ипотеки вам наверное интересно будет знать чем они отличаются в общем и уже в частности чтобы узнать какая конкретно ипотека нужно вам вам нужно обратиться конечно к специалистам именно по финансированию я таким специалистом не являюсь поэтому я просто расскажу сегодня в общих чертах какие виды финансирования недвижимости существуют здесь в америке во-первых надо сказать что на английском языке слово ипотека говорит означает mortgage когда вы разговариваете с организациями которые финансируют покупку недвижимости в частности это называется lender mortgage broker или банк то вы расспрашиваете их именно по mortgage how can I get a mortgage how can I get a financing for a home purchase так вот есть виды финансирования здесь которые называются conventional FHA и VA это вот три таких самых-самых больших вида куда дальше уже попадают подвиды поэтому сегодня я вам просто расскажу про вот эти три основных и чем отличается и что нужно ожидать если у вас первоначальный взнос на английском языке это называется down payment первоначальный взнос составляет меньше 20 процентов чем это вам чревато значит смотрите самый спокойный самый такой хороший кредит сам ипотека это conventional его дают тем у кого относительно хорошая кредитная история хороший credit score не так много долгов например там машина кредитные карточки студенческие долги которые зарабатывают доход достаточно покрывающий будущие издержки на выплаты дома такие кредиты они довольно легкие в принципе потому что уже видно что человек который хочет такой кредит получить у него уже все как бы и на мази что называется да все все хорошо все хорошем состоянии поэтому можно дать вам conventional financing это как бы самый такой простой кредит скажем так есть дальше есть с речей программы с речей программа она называется фич и потому что она как бы гарантируется фич и есть такая в америке государственная структура которая гарантирует вот именно вот эти кредиты и они называются фич и в чем преимущество фич и перед conventional везде во всех видах кредитования вы можете получить 15 лет 20 лет 30 лет и даже сейчас уже есть 40 лет кредиты так вот фич и отличается от conventional тем что у вас может быть кредитная история похуже то есть кредитный кредит score может быть пониже у вас может быть немножко доход пониже то есть вы фич и это такая большая более скажем так натянутая программа то есть они вам все равно позволят купить дом но будет больше надо будет больше собрать бумажек и условия могут быть немножко похуже то есть процентная ставка может быть повыше или издержки по кредитованию closing costs могут быть чуть чуть повыше но опять таки зависит от лендера вот зависит от лендера иногда бывает и фич и даже лучшее условия чем conventional поэтому надо смотреть и то и другое в принципе если у вас все хорошо у вас есть down payment у вас все замечательно и можно и можно и посмотреть и фич и если условия там лучше и взять и фич и ничего в этом такого нет ну и третий основной век кредитования это веи ветеранс администрейшн правительство америки в свое время создало эту программу с тем чтобы сказать спасибо тем кто отслужил в американской армии кто служил кто воевал ну не важно что они делали там в этой армии то есть те кто получил называется сертификат в ладжи биллари с администрации ветеранов они могут претендовать на вейло ну я так подразумеваю что у нас наверное нет таких людей которые не не очень говорят на английском и при этом имеют такой сертификат но я просто скажу что вейло преимущество его в том что можно взять кредит с абсолютным нулем на первоначальный износ и и и он стоит есть такая такой фи с вейло он который называется он 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 считается closing cost я просто не знаю как его сказать на русском но с этим этот лон дается с дополнительным closing фидове и вефе тоже как бы выставляет такой счет человеку за то что он может купить дом с нулем первоначальный взнос и но вот но вот этот фи он 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 довольно высокий там больше десяти тысяч если в зависимости от цены дома его просто вкладывают сам кредит то есть если человек берет кредит скажем на 600 тысяч 500 тысяч то вот этот фи он просто идет на сумму и вкладывается в сам кредит поэтому он так не чувствуется и технически люди могут купить дома с абсолютно нулем с фи чей и вей значит смотрите с фи чей можно купить дом с первоначальным взносом в три с половиной процента от суммы дома да например если вы покупаетесь грубо говоря скажем дом на на сто тысяч и у вас есть три с половиной тысячи то вот с этими тремя с половиной тысячи в первоначальный взнос вы можете пойти и купить себе там дом используя и фи чей f и конвеншенал тоже есть и три процента и пять процентов и десять процентов зависимости от того сколько вы накопили когда вы слышите что нужно чтобы был down payment 20 процентов иначе вы не сможете купить это все не не так вы можете купить дом но если вы вкладываете первоначально меньше чем 20 процентов down payment а то вы должны быть готовы к дополнительным ежемесячным выплатам которые называются пи майпу правит морбич и еще он пи май состоит из двух частей одна часть это сразу одна сумма которая выплачивается при подписании документов и как правило это пара тысяч долларов и вторая часть состоит из ежемесячных выплат а это как правило триста четыреста долларов в месяц опять-таки в зависимости от суммы кредитования которая в большинстве случаев можно от нее избавиться если вы дошли до скажем вот вы купили дом скажем за 200 тысяч допустим да грубо говоря вы дали down payment в три с половиной процента и вот пока вы не дойдете до состояния рынка и стоимости дома где ваше владение этого дома состоит 20 процентов это называется и коде вот когда это будет составлять 20 процентов от сумму от суммы долга вашего не не дни цены дома от долга вашего вы можете этот пи май скинуть убрать но к сожалению не все программы вам это позволит то есть когда вы берете кредит и и ваш первоначальный взнос составляет меньше чем 20 процентов обязательно обязательно интересуетесь можно ли избавиться с от этого пи мая примента в дальнейшем или это пи маем payment вам у вас будет висеть на протяжении всего срока вашего кредита а вам это но абсолютно ни к чему абсолютно не нужно давайте просто коснемся и пути и на этом наверное закроем тему значит смотрите и пути это та доля суммы дома которая уже принадлежит вам есть два две дороги к увеличению суммы и коди первое это каждый месяц выплачивать mortgage payment ну и как вы знаете в начале всех выплат у вас большая часть этой выплаты будут будет идти в часть процента и меньшая часть будут идти в часть выплаты с основного долга так вот вот эта часть выплаты основного долга это и растет ваш эквотит чем больше основной долг закрывается тем меньше вы должны банку правильно тем больше части дома вы владеете я надеюсь это понятно мне просто проще на английском это объяснить но если хотите более подробное чтобы я вам рассказала звоните расскажу и вторая дорога к увеличению вашей доли владения вот в этом доме по сравнению с тем что чем владеет банк банк же все-таки честно говоря владеет этим домом пока вы не расплачиваете с вашей ипотекой правильно технически так вот вторая дорога это когда рынок увеличивается цены растут и соответственно доля вашего владения в этом доме растет пропорционально росту цены дома так как с до сумма долга остается той же самой правильно вы взяли кредит на какую-то определенную сумму долга и на все 30 лет эта сумма долга не менять ну смысле она меняется тем что вы его гасите но она же не растет она уменьшается так вот когда дом сам в цене растет скажем вы взяли кредит на 200 тысяч через пять десять лет сумма ну как бы цена дома выросла ну скажем до трехсот вот эти сто тысяч в этой банку уже не должны вы должны только вот ту разницу которую вас осталось тех двухсот тысяч а вот эта сумма ну сто тысяч на которую дом вырос в цене это уже ваш и коте называется так вот когда люди говорят и коте вот они вот это имеют ввиду ну надеюсь более-менее понятно если это все таки запутано пожалуйста пишите в комментариях я попробую а более подробно рассказать в последующих видео если в этом нет не есть необходимость ну или просто обращайтесь звоните я попробую на пальцах это побольше рассказать если есть желание просмотрите английскую версию этого же видео по моему где-то я его делала может быть там будет более понятно а ну все надеюсь что этот видео интересен и полезен следующий раз будем говорить больше о издержках по ипотеке потому что ипотека это продукт бесплатно вы его не получите он вам будет стоить и вот мы поговорим о том что он будет вам стоить но это будет уже в следующий раз и все на сегодня все если будут вопросы пожалуйста обращайтесь всегда рада поговорить пока а